А Георгий теперь лечит сотрясение мозга, разбитую ногу и сломанные ребра. О том, что было бы, если бы он забрал малыша из окна до того, как сорвалась ледяная клыба, Георгий даже думать боится. Слава Богу, что обошлось, что козырёк был на меня, не на ребёнка. Зимой в Баку снег выпадает редко, но метко. В том смысле, что если уж случится снегопад, то на варит, будь здоров, только успевай убирать. Вся пыльца снова завалена, машина повреждена. Это, конечно, плохо. Никто из людей не пострадал. Уже хорошо. Да и крыша теперь чистая. Опять же, плюс. В общем, нет худа без добра. 24 января 2013 года живущий в Чикаго россиянин Андрей Касаткин не спал всю ночь. Поздним вечером, всего в сотни метров от его дома, загорелись торговые складки. Но сам пожар, несмотря на свой невиданный масштаб, не слишком удивил Андрей. А вот метаморфозы, которые происходили в создании в процессе тушения, были просто поразительны. Оно превращалось медленно, наверное, в одну сплошную гигантскую сосульку. Какая езанта циркуль. Прямо на глазах. Прямо на глазах.